Всем привет, друзья, с вами я, Артём. Сегодня мы взглянем на тёмную и по совместительству безумную сторону Гаррис Мода. Темой данного видео станут странные, наркоманские и непонятные, зачем созданные модельки игрока. Если вы не смотрели прошлое видео со странными модельками, то переходите в плейлист, находящийся в описании. Там собрано огромное количество наркоманских и местами до жутких аддонов. А перед началом, как всегда, оставьте какой-нибудь комментарий, состоящий из четырёх слов. Я обязательно смотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось в алгоритме Ютуба. Сегодня я покажу вам 10 странных игровых моделек, найденных в мастерской Гаррис Мода. Скорее хватайте что-нибудь вкусненькое, наливайте чайку и мы начинаем. Начнём мы сегодня с моделики под названием Tumail 07. С этой моделькой знаком каждый человек, хоть раз доходивший в Гаррис Мод или Half-Life. Сама по себе она не представляет ничего интересного и выглядит как самый обычный житель Сити 17. Но фишка в том, что это давно известный всем игрокам житель Сити 17 не один. И на спине у него сидит ещё один точно такой же житель. Как по мне, эта моделька просто мега уникальна, так как ничего подобного в мастерской я ещё не видел. Я наблюдал кучу всякого трэша, но вот чтобы моделька состояла из двух человек, это что-то новенькое. Причём сразу даже как-то не поймя, что это вообще такое перед тобой стоит. И кто из этих двух игроков является живым. Меня эта моделька немного напрягает. Причём я даже не могу сказать почему. Кстати, называть эту модельку уникальна было немного опрометчиво. Потому что идея была взята у аддона Two Guys, который добавлял похожий скин. Превращающий игрока в двух низкополигональных бойцов. Так что если вам не лень, то обязательно знакомьтесь и с ним. Вполне возможно, что он вам понравится. Словно найти его в списке моделек довольно сложно. И некоторые люди в комментариях даже писали, что его там нет. На самом деле он есть. Просто находится внизу рядом со стальными модельками жителей Сити-17. Пока я смотрел на этих двух ребят, мне в голову закралась одна такая интересная мысль. Почему бы не создать аддон, позволяющий точно так же садиться на другого игрока? Зачем это нужно, я не знаю. Да и что-то мне подсказывает, что реализовать это в Гарриц-моде либо сложно, либо невозможно. На второй строчке находится кот Wearing Pants. Тут у нас уже начинается то самое долгожданное безумие трэш-содомия. Если до этого у нас хотя бы были люди, то сейчас перед нами кот. Причем не просто кот, а кот в штанах. Мне не совсем понятно о анатомии данного существа. Так как имеется у него только ноги, тело и голова. Что произошло с его передними лапами, знает, наверное, лишь создатель этого творения. Из-за того, что у него нет рук, или, правильнее будет сказать, передних лап, то все находящееся в ваших несуществующих руках оружие будет просто летать в воздухе. Кстати, помимо этого, модель к чердобалок очень маленькая. Она ниже всех остальных людей почти в два раза. Но вот хитбокс у нее точно такой же, как и у всех остальных. Не знаю, был ли этот аддон вдохновлен каким-то мемом, или это просто выдумка автора, но на ютубе есть мемное музыкальное видео про похожего двуногого кота в джинсах. Хотя также по интернету гуляет так называемое проклятое изображение, на котором запечатлен идентичный кот. И, скорее всего, аддон создавался с оглядкой именно на него. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого безумия, а мы движемся дальше. Дальше у нас идет нечто под названием Мистера Виндоус. Виндоус сам по себе занимает далеко не последнее место в нашей с вами жизни. По статистике, он установлен у 76% пользователей настольных и портативных компьютеров. А благодаря этому аддону вы и сами можете повать шкуры данной ОС. Лично я даже никогда не задумывался, как бы мог выглядеть Виндоус, будь у него какое-то физическое тело. Но если вдруг вы когда-то задавались этим вопросом, то ответ сейчас находится прямо перед вами. Выглядит это нечто, как логотип Виндоуса с руками и ногами. Кстати, из него вышел бы очень даже неплохой маскот. Хотя, может быть, у Виндоуса имеются какие-то маскоты. Но когда я вбиваю этот запрос в поиск, то у меня вылезают какие-то анимэтиан. И как я понял, они вроде как и правда официально считаются эдакими персонажами-талисманами. Данная модель, как на удивление, даже имеет руки. Причем руки, видимо, от первого лица. Что уже на фоне того жуткого кота в штанах выглядит очень даже солидно. Мне кажется, этот персонаж идеально подошел на роль маскота Виндоуса. Но поскольку выбор полный анимэтиан, то про этого персонажа можно забыть. Четвертый аддон называется Among Us Player Model. Эта моделька сделана по мертвым, давно забытым и массам по игре Among Us. Показывать данный аддон, это все равно, что достать тело из могилы, нарядить его в костюм клоуна и начать записывать на камеру. Если же вы все-таки соскучились по Among Us, то с радостью спешу представить вашему вниманию так называемого Аман-гуся. Слово гусь здесь фигурирует не просто так, потому что это существо очень сильно напоминает какого-то кентавра. Но только вместо коня здесь гусь, а вместо человека Амогус. Не знаю, что вдохновило автора на создание данного творения, но выглядит эта тварюга мега жутко. Она бы идеально подошла на роль монстра в какой-нибудь Сайлент-Хилле, так как именно подобного рода творей обитают в тех краях. Вообще, как я понимаю, идея создания этого персонажа зародилась после неправильного произношения слова Among Us, которое в итоге превратилось в Аман-гусь, а потом и вовсе стало этим чудом. Этого гуся, кстати, можно перекрашивать любой цвет, но вот боди-групп у него нет, как собственный и рук. Следующая моделька называется Rocket Century Player Model. Эта моделька взята из старого портала. И нет, это не главная героиня, которых, слово и так, есть в гаррис моде. И даже не те два робота из кооперативного режима. Перед нами не что иное, как модель ракетной турели. Играть за неё максимально неудобно, так как у неё даже и близко нет никаких гуманоидоподобных форм, да и каких-либо форм вообще. Это просто небольшая металлическая турель. Кстати, о ней рассказал один из участников нашего дискорд-сервера. И да, у нас есть сервак. Так что, если вы ищете людей, с которыми можно было бы сыграть в гаррис мод или обсудить какие-нибудь темы, то залетайте к нам на сервак. Кстати, у этой турели есть несколько боди-групп. Но для того, чтобы они работали, у вас должен быть установлен второй портал. Также, по какой-то неведомой мне причине, аддон добавляет ещё одну турель. Но выглядит она не так интересно и совершенно не имеет никаких анимаций боди-групп. Шестой аддон называется Пол Чанг Плеер Модел. Мне даже как-то сложно объяснить, что это вообще такое. Начнём с того, что Пол Чанг – это, как я понял, какой-то азиатский ресторан наподобие KFC и Макдоналдса, находящийся где-то в Чили. В основном он распространён в Сантьяго. И, скорее всего, точно так же, как я, никогда ничего о нём не слышали. Так как, по сути, это такая локальная местная забегаловка. Но это ещё только полбеды. Если с самим брендом мы более-менее разобрались, то вот что находится внутри модельки этого мешка я совершенно без понятия. Вообще, когда я гуглил этот так называемый ресторан, то у меня вылезло огромное количество фотографий какой-то лапшей и куриных ножек. Так что давайте будем думать, что это модель КБПшки. У этого пакета имеется две боди-группы. Но по какой-то непонятной мне причине, при перемещении ползунка у пакета ничего не меняется. Скорее всего, автор хотел сделать несколько вкусов. Но в самый ответственный момент что-то пошло не так. И вместо вкусов мы теперь имеем поломанные боди-группы. Кстати, пишите в комментарии, знакомы ли вы с этим рестораном и были ли когда-нибудь там лично. А мы тем временем переходим к следующей странной модельке. Дальше у нас идёт Error Player Model. С этой моделькой знакомы, наверное, все люди, игравшие в игры от Valve. Причём это самая ненавистная среди всего комьюнити моделька. Встреча с данным, скажем так, объектом означала отсутствующий контент. Либо же, что как мне кажется самое страшное, ломающийся жёсткий диск с повреждёнными секторами. С последним я, к сожалению, знаком лично. И могу точно сказать, что все файлы и модельки записанные на повреждённые сектора превращаются в такие вот ошибки. В общем, перед нами, как вы уже поняли, не что иное, как ошибка. Главным её отличием является возможность покраски. Если другие игровки всегда имеют ярко-красный цвет, то это же может быть и зелёный, и жёлтый, да и вообще какой только вам захочется. Комфортно играть за неё можно лишь от первого лица, так как от третьего она занимает чуть ли не весь экран. Ну или как вариант, можно отдалить камеру. Но в этом случае будет неудобно стрелять. У неё нет ни кастанных рук, ни боди-групп. Да и не представляю, как бы они вообще выглядели. На восьмой строчке расположился мерзительный персонаж по имени Терри. Если вы сейчас что-то едите, то лучше вам отложить это в сторону, потому что увиденное может вызвать у вас рвотный рефлекс. Это так называемый Терри, взятый из игры S&Box. Да, это та самая игра, которая вроде как должна составить серьёзную конкуренцию Гарри с моду. Там главным персонажем и по совместительству лицом игры является очень странный, похожий на палец человек по имени Терри. В самом S&Box он выглядит довольно мило и по-детски. Но вот что с ним сделал данный аддон, не поддаётся никакому описанию. Вместо няшного человека пальца, перед нами мерзительный сморщенно обвисший мутант. Кстати, сразу бы хотелось отметить великолепную физику жировых складок. При каждом шаге, каждая складка этого паренька живёт своей жизнью. А с помощью кошмарных обвисших грудей, он может показывать знаменитый приём под названием Мельница. Автором которого является небезызвестный человек по имени Александр Пистолетов. Кто понял, тот понял. А если вы с ним не знакомы, то лучше просто забудьте и не гуглите. Вообще, вроде как точно такая же моделька имеется и в S&Box. Так что вполне вероятно, что видим мы её далеко не в последний раз. Следующая моделька называется Дэнди. Я смотрю на неё уже давно и всё думаю, а стоит ли её вообще показывать видосе со странными модельками. С одной стороны, выглядит она очень необычно. Но в то же время, она взята из аниме и показывать её в этом видосе был бы как-то не к месту. Но раз уж я о ней заговорил, то давайте уже наконец поставим точку в этом вопросе. Взят этот бензопильщик и занимает человек бензопила. Сам я о нём слышу впервые. И как говорит кинопоиск, сюжет там выглядит следующим образом. Дэнди хотел жить спокойной жизнью со своей девушкой. Но чтобы расплатиться с оставшимися от отца долгами, был вынужден заниматься нелегальной охотой на демонов и однажды погиб. Его домашний питомец каким-то образом слился с его мёртвым телом. И теперь парень способен превращать свои конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает бюро общественной безопасности. Чтобы тот снова охотился на демонов. Но только теперь уже официально. Моделька, к слову, очень качественная и имеет огромное количество бодигрупп. Можно снимать рубашку, берать бензопилы, высовывать язык и делать ещё кучу всяких вещей. Десятый аддон называется Low Poly Rabbit. По идее, это вроде как должен быть кролик. Но как бы я ни пытался, кролика в этом чуде увидеть я не могу. Да, голова этого человечка вроде как имеет какие-то очертания, похожие на уши кролика. Но в целом это больше похоже на какое-то инопланетное чудо. Причём у меня такое ощущение, что я уже где-то видел это нечто. И поскольку оно низкополигональное, то в голову сразу же лезут всякие игры с первой Соньки. Вполне возможно, что он взят из какой-то игры. Хотя, скорее всего, просто придуман автором. Голова у этого существа настолько большая, что закрывает весь экран. Прятаться у вас с этой моделькой точно не получится. Так как вас будет видно с конца карты. Да и не понимая, зачем вообще этому существу прятаться. Потому что благодаря своей огромной голове, оно способно поглотить всю вселенную. Кстати, ни кастерных рук, ни бодигрупп у него нет. Штука очень странная и появилась в мастерской совсем недавно, 11 июля. Что бы ещё можно было бы рассказать об этом существе, я даже как-то и не знаю. Так как о нём совершенно нет никакой информации. На этом сегодня всё. Обязательно напишите в комментарии, какой задону вам понравился. Рассказывайте о других найденных вами странных модельках. А также делитесь этим видео своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на все телеграммы и инстаграммы. Залитайте на наш тревог в дискорде. А также смотрите и другие мои видео. А с вами был я, BlackRainbow. Хорошего вам настроения, увидимся в следующем видео. Пока-пока.